Здравствуйте! Социальное благополучие – это не только наша субъективная оценка собственной жизни, но и отлаженная система социальной политики, гарантирующая человеку социальную защищенность. В стране при реализации государственной и тоже семейной политики, например, сегодня уже никто не скрывает масштабы и угрозы демографического спада. Цель – преодолеть негативные тенденции и найти эффективные схемы для исправления ситуации. Что мы можем сделать в Ульяновской области? Подробности социального благополучия по Ульяновске мы обсудим с нашим гостем. У нас в студии сегодня заместитель и председатель правительства Ульяновской области, в студии регионального телеканала «Репортер 73». Здравствуйте! Анна Александровна Перскова. Добрый день, Ирина Самова. Анна Александровна, вернемся в осень 2023-го, когда вы получили назначение на заместителя-председателя правительства, и стало ясно, и со словами с такими, что вы социальный сектор отстроили, и теперь пора чуть реформировать отрасль здравоохранения, вы куратор отрасли здравоохранения, но вот тогда уже отрасль пережила и острый кризис дебюторской задолженности, и системной проблемности, всякой несогласованности. Там много очень было проблем, тем не менее отрасль тяжелая, и трудностей, наверное, сейчас меньше все-таки не стало. Но, может быть, они в другом ручном управлении как-то порешались. Давайте начнем вот именно с отрасли здравоохранения. Что сегодня больше всего вызывает ваше внимание, и где нужно это ручное управление, или уже от него отошли? Ну, действительно, да, осень прошлого года была непростая, и, как говорится, в личном принятии решения, так и в понимании того, что действительно, кто, если не мы, жители Ульяновской области, должны развивать самые важные сферы, такие как здравоохранение, социальная защита. И здесь, конечно, теперь я уже точно могу сказать, и точно понимаю, что это две отрасли, которые должны быть всегда вместе. Всегда, потому что это помощь людям прежде всего. И поэтому, действительно, непростая ситуация с отраслью здравоохранения на сегодня, я могу сказать, что достаточно стабилизирована. Но первое, как бы уже подобрался очень хороший коллектив сам, как Министерство здравоохранения Ульяновской области, потому что мы же понимаем, что всю общую политику должен формировать единый орган и закрывать ту проблематику, которая возникает локально в том или ином учреждении или в том или ином направлении работы. Поэтому, конечно, остается проблемным, это в том числе кадровое обеспечение отрасли здравоохранения. На сегодня у нас порядка 650 сотрудников не хватает в данной отрасли. Несмотря на то, что вроде бы как кадровая комплектовность у врачей 85%, среднего персонала почти 80%, но тем не менее мы понимаем, что можно закупить любое оборудование, но если нет кадров, высококвалифицированных кадров, которые постоянно повышают свою квалификацию, то очень сложно качественно оказывать ту или иную помощь. Конечно, есть вопросы с районными больницами, с их оснащением, модернизацией материально-технической базы, потому что много лет не проводились в том числе и ремонтные работы. Ну и, конечно, с самой маршрутизацией пациентов. Вот как, например, у нас был приобретен ангиограф в Новоспасск, но, к сожалению, определенный период времени он не работал. А мы понимаем, при остросердечной недостаточности, конечно, счет идет на минуты, на часы и так далее. Поэтому, например, вот Южный куст у нас открылся, все-таки региональный сосудистый центр, да, заработал ангиограф, и специалисты, проводя диагностику, сразу могут установить стенды и так далее. То есть здесь, конечно, необходимо в том числе и локализовать по районам, по кустам выбрать те основные виды помощи по проблематике, которые есть. Ну, в том числе и по смертности. На сегодня это целый инцидент на уровне Российской Федерации рассматривается ежедневно, то есть каждый случай рассматривается индивидуально. И поэтому уже исходя из этой проблематики, из той потребности, которая есть, главное очень правильно отстроить маршрутизацию, чтобы минимальное было время доезда до учреждений здравоохранения. Тверскова Анна Александровна, заместитель председателя правительства Ульяновской области. Родилась 12 апреля 1982 года в Ульяновске. В 2004 году закончила Ульяновский государственный технический университет. Экономико-математический факультет по специальности маркетолог. С 2001 по 2006 работала в должности заместителя директора ООО «Чара». С 2006 по 2010 работала в ООО «Оберхов». С 2011 по 2013 директор ООО «Инженерная система плюс». Проходила многочисленные курсы повышения квалификации по программам госслужбы. С 2013 года работала в системе социальной защиты населения. С 2020 по 2022 первый заместитель министра, министр семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области. С 2023 заместитель председателя правительства Ульяновской области. В 2022 получила почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Ульяновской области». В 2023 лауреат Всероссийской премии «Будем жить». Замужем двое детей. Если мы говорим про национальный проект в отрасли здравоохранения, там несколько подпрограмм было в самом национальном проекте, и были еще и региональные программы, которые действуют и сейчас трансформируются в новый нацпроект. Вот если говорить по прежнему нацпроекту, мы оснастили здания, отремонтировали, и оснастили отрасль, отремонтировали здания, и даже поддержали первичное звено. Очень масштабно. Но сейчас перед новым министром какие задачи вы ставите? Перед новым министром, конечно, основная задача – это реализация нацпроектов и войти уже в новые нацпроекты с четким пониманием, где нам в каком учреждении не хватает конкретно оборудования, где в каком учреждении конкретно не хватает автотранспорта, чтобы целевое приобретение было именно по потребности, по той потребности, которая есть. Ну и, конечно, осталось у нас много вопросов еще и по реализации нацпроекта 2024 года. В этом году мы достраиваем 6 ФАПов, которые планировали в том году построить в рамках опережающего финансирования. Но, к сожалению, были у нас проблемы с подрядчиками, и эти стройки уже перенесены на этот год. То есть 6 ФАПов заканчиваем, также заканчиваем капитальные ремонты в лечебных учреждениях, потому что даже в рамках предыдущего, ну, того нацпроекта, который идет сейчас, там были капитальные ремонты растянутые на три года. То есть суммы были достаточно большие, поэтому их делали постепенно. Ну и, конечно, основная задача – это аудит отрасли здравоохранения. Одним из самых частых является вопрос об обеспечении льготными лекарствами. И, конечно, мы сегодня говорим о том, что это самое трудное, потому что человек не может, ему любые объяснения можно давать, но человек не может ждать, ему нужно сейчас, сегодня именно то лекарство, которое ему прописал врач, и сделать инъекцию инсулина той иглой, которая для ребенка предназначена. Есть сегодня какие-то задержки? Что сегодня? Ну, сегодня, в принципе, у нас льготное лекарственное обеспечение идет достаточно в штатном режиме. Во-первых, на эту статью затрата выделено порядка 2 миллиардов рублей, как федеральные денежные средства, так и региональные. В этом году мы знаем, что, наконец-то, у нас территориальная программа государственных гарантий, она профинансирована в полном объеме, поэтому сказать, что какие-то задержки есть лекарственными препаратами, есть вопрос с поставщиками, и до сих пор, конечно, встает вопрос где-то с импортозамещением, потому что нет, например, тех импортных препаратов, которые хочет сам пациент, но есть аналоги российские, которые тоже, в принципе, прошли все клинические испытания, но, тем не менее, пациенты порой обращаются в суд, и вы знаете, что одна из статей расходов у нас – это есть выплаты, вернее, приобретение лекарственных препаратов по решению суда, это именно те препараты, на которых настаивают наши пациенты. Поэтому все остальное лекарственное обеспечение, оно есть. Сейчас, конечно, встает у нас тоже вопрос, и вы знаете, что дети с орфанными заболеваниями, где лечения очень дорогостоящие, порой на одного пациента уходят и 100 миллионов рублей, и более, они обеспечиваются за счет федерального фонда «Круг добра». Но сейчас тоже идет тенденция к тому, что эти дети переходят из категории детей во взрослых, им исполняется 19 лет, вот еще между 18 и 19 годами фонд тоже обеспечивает, и сейчас уже при формировании нового бюджета мы тоже будем предусматривать эти денежные средства, потому что мы понимаем, что лекарственная терапия, она должна идти постоянно. И это жизнеугрожающее заболевание, и без этих препаратов уже, как бы, людям будет очень тяжело жить. И то, что касается инсулино-зависимых детей и взрослых, на сегодня тоже, в принципе, у нас в госаптеке имеются все препараты, и инсулин, и помпы, и датчики к ним, но тоже порой бывает такое, что, например, мы привыкли пользоваться импортным инсулином, и импортными помпами, и датчиками, и также пациенты обращаются в суд и требуют, чтобы Министерство здравоохранения обеспечило именно конкретным препаратом. Хотя, например, по конкурсной процедуре выиграл либо российский аналог, то есть это тоже, я еще раз подчеркиваю, что это препараты, которые прошли клинические испытания. Да, но, к сожалению, по объективным причинам люди не могут, например, их использовать, потому что это могут быть и побочные всякие явления. То есть, наверное, это не только капризы пациента. Порой бывают не только капризы, но, действительно, если, как говорится, это не каприз, то собираются врачебные комиссии, они действительно подтверждают либо аллергическую реакцию, либо какую-то другую реакцию организма на новый препарат. И, конечно, Министерство здравоохранения уже приобретает конкретно тот препарат, который нужен. Но на лекарственном обеспечении мы тоже сделали, скажем так, усилили и департамент лекарственного обеспечения, и вот первый заместитель министра, который сейчас назначен, Андреева Лидия Глебовна, она полностью погружена в эту проблематику для того, чтобы в том числе настроить и электронные документы оборота, чтобы врач видел, какие лекарства есть, например, на остатках госаптеки. И вот, чтобы, скажем так, более систематизировать этот процесс и действительно обеспечивать человека, ну, если не в момент назначения, то в самое ближайшее время. Хочу, чтобы мы с вами перешли к региональному проекту старшего поколения, у нас проекта демографии, поскольку и отрасли социальной защиты, здравоохранения, как вы сказали, как мы все понимаем, они соприкасаются, вместе работают, и в первую очередь как раз над улучшением демографической ситуации, ну и над увеличением продолжительности жизни. Вот есть термин «ожидаемая продолжительность здоровой жизни», не все в него внедряются и понимают, что это такое, но все-таки ожидаемая продолжительность здоровой жизни, она у нас увеличилась, у нас достиг цели региональный проект «Старшее поколение». Да, действительно, проект «Старшее поколение», он один из самых узнаваемых, наверное, в рамках нацпроекта демография, потому что действительно почти 30% населения Ульяновской области – это граждане старшего возраста, да и в целом по Российской Федерации идет старение населения, где-то средний процент на сегодня – это порядка 24,5%. И действительно, ожидаемая продолжительность жизни на сегодня – это 71,34, ну то есть 71 год. Наш показатель – 72, то есть мы стремимся к его выполнению, но тем не менее мы знаем, что наш президент поставил очень амбициозную задачу, да, к 30-му году это 78 лет, и далее с дальнейшим, как говорится, увеличением. На сегодня, в принципе, создаются все условия для того, чтобы те граждане старшего поколения, которые в физической активности, которые еще, как говорится, здоровы и полны сил, они участвуют в нашей общественной деятельности с помощью центров активного долголетия. На сегодня их у нас в регионе 280, и хочу сказать, что мы один из лучших регионов по данному показателю, и мы действительно видим, что когда граждане старшего поколения заняты, у них совершенно отпадают другие вопросы, в том числе и по различным заболеваниям. И как они активно включились в помощь участникам специальной военной операции, да, когда они плели сети, делали супы, блиндажные свечи, и чувствовали себя нужными и важными для наших ребят, которые находятся в зоне боевых действий. Поэтому в этом году мы планируем открыть еще 30 центров активного долголетия нашими добрыми партнерами. Конечно, являются это ТОСы Ульяновской области, это региональное отделение, в том числе и Красного Креста, ну и некоторые некоммерческие организации, которые участвуют в оказании социальных услуг нашему населению. Поэтому данная работа будет продолжаться. Конечно, большой акцент делается на диспансеризации населения. И мы знаем, в рамках проекта «Старшее поколение» мы в том числе приобретали автотранспорт для доставки лица старшего возраста в лечебные учреждения для прохождения диспансеризации, для госпитализации и так далее. То есть на сегодня практически 80% населения Ульяновской области, оно ухвачено диспансеризацией. И мы видим, что выявляются заболевания, о которых люди даже не подозревали. И оперативное лечение, оно, конечно, позволяет продлевать в том числе активную продолжительную жизнь. Потому что мы понимаем, что продолжительность жизни, она может быть и неактивной, и, конечно, это очень, ну, наверное, удручает в какой-то смысле человека и семью, в которой находятся тяжело больные люди. Но, тем не менее, тоже федеральный проект нам помог привлечь систему долговременного ухода. Мы знаем, что в Российской Федерации все регионы охвачены с этого года, но и то там небольшими частями в рамках пилотных проектов. Наш регион уже с 2020 года участвует в системе долговременного ухода, и она на сегодня выстроена полностью. То есть это и пункты проката, дорогостоящими техническими средствами реабилитации, в том числе и многофункциональными кроватями. На сегодня более полутора тысяч единиц выдано. Мы понимаем, что беда может случиться сегодня, да, а пока человек получит инвалидность и будет иметь по закону получить технические средства реабилитации, может пройти и два, и три месяца, и полгода. Вот, и здесь, конечно, очень важна школа ухода. Мы видим, что снизилось количество госпитализации в лечебные учреждения и вызовов скорой помощи и врача на дом. То есть вот такой хороший проект, буквально вот перед приездом к вам я разговаривала с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, и за следующего года уже планируется охват, ну, под выделение федеральных средств под миллиард рублей. Если вот на сегодня это 150 миллионов рублей, мы охватываем где-то порядка 600 человек, то здесь мы готовы будем уже, как говорится, охватить системой долговременного ухода гораздо больше жителей нашего региона, которые нуждаются. А потребность в этом действительно есть. Растет. Обеспечение качества жизни в регионе – это в первую очередь социальная среда и гарантия для жителей, как мы говорим. Если брать по категориям пожилые люди, инвалиды, лица с реабилитацией зоны СВО, мы про СВО уже говорили. И вот только у нас открылся санаторий, профилакторий, как его можно назвать. Это реабилитационный центр. Теперь президент говорит о том, что еще и с женами можно проходить и нужно будет, потому что это лучшие психологи для своих супругов. И реабилитация пройдет, что называется, на ура. Если говорить об открытии новых объектов, вот я знаю, что вы сегодня тоже посещали вместе с губернатором ЦГБ. Какие объекты у нас вызывают вопросы, риски, может быть, есть какие-то? Что мы ждем, что мы делаем, что мы введем в строй? Ну, конечно, в этом году мы обязательно должны закончить строительство инфекционного корпуса, который идет уже 4 года. И сегодня мы действительно с Алексеем Юрьевичем посетили этот объект. И, в принципе, динамика там по строительству неплохая. Уже начинают подрядчики делать благоустройство. Внутри идет внутренняя отделка помещений. Мы понимаем, что самое, наверное, и затратное по деньгам, и по, скажем так, функциональному назначению в инфекционном корпусе это инженерные коммуникации, вентиляция, кондиционирование, диспетчеризация. Дезинфекция и так далее. Поэтому буквально в ближайшие 2-3 месяца также будет смонтирована вот эти все инженерные коммуникации, и мы уже будем готовиться к вводу объекта в эксплуатацию. Потому что все население ждет именно строительства инфекционного детского корпуса. Мы это с вами тоже прекрасно знаем. Что касается социальной защиты, это наш дом-интернат для престарелых и инвалидов в селе Водорадск на 270 мест. Это тоже первый объект в регионе, строящийся с нуля, именно под тем нормам и правилам, которые должны быть. Это не приспособленные, например, учреждения, которые есть на сегодня, а именно соответствующие все нормы правил для комфортного и безопасного пребывания людей. Тоже сегодня мы находимся в той стадии, когда практически отделочная работа закончена, благоустройство закончено. На сегодня наша основная задача найти воду. Вода там, к сожалению, в селе Водорадске на глубине порядка 200 метров, даже больше, 200-250 метров. Поэтому именно сегодня наши подрядчики работают над тем, чтобы добыть эту воду. И, в принципе, мы готовы будем ввести тоже корпус эксплуатации. А поликлиники в Ульяновске? Жители ждут, что особенно в новых районах все-таки комплексная застройка очень нужна. Но, к сожалению, пока мы буксуем с этим. Но да, на сегодня у нас выделены денежные средства, и в ближайшее время мы объявим процедуру торгов по приобретению помещений для открытия взрослой и детской поликлиники в микрорайоне «Новая жизнь». Это тоже густонаселенный район, где много детей, где много молодых семей, где также у нас остаются и граждане старшего поколения проживать. Это на улицах Промышленная и вот сюда, в сторону Рябикова. Поэтому однозначно до конца года там будут открыты две поликлиники. Ну и, конечно, мы строим большую поликлинику. У нас уже есть определен подрядчик. Это в районе улицы Шигаева. То есть это тоже новый микрорайон Юго-Запад, где у нас уже городская поликлиника номер 4, ну, скажем так, трещит по швам. Да, там очень большое прикрепленное население. Поэтому буквально к концу следующего года мы планируем, что новая поликлиника там распахнет свои двери, в том числе и организация неотложной помощи жителям вот этого района, дальнего Засвияжа, скажем так. Анна Александровна, знаю, что все мероприятия образовательные и просвестительские, и по здравоохранению, которые посвящены Году Семьи, вы и курируете, и относитесь к ним очень трепетно и в силу своих душевных качеств, да, и профессиональных обязанностей. Год Семьи в Российской Федерации, он к жизни вызвал массу всяких интересных программ. У нас в регионе, в корне, и в стране, в общем-то, меняется в корне подход к социальному самочувствию семей, особенно многодетных. Но ведь дело не только вот в этих конкурсах, которые очень яркие, интересные, и охватывают практически все население, там, каждого региона, и они действительно заражают оптимизмом. Но все-таки это еще и чисто материальные затраты и огромные-огромные проработки региональных программ. Что у нас получается? Ну, конечно, мы понимаем, что самый важный документ, наверное, принятый в этом году, это указ президента о мерах поддержки многодетных семей. Это то, что на сегодня статус многодетных семей, он будет сохраняться не до достижения ребенка, там, 18 лет или до 23 лет, пока он учится, да, а на протяжении всей жизни. То есть вот то, что ты многодетная мама или многодетный папа, это будет, скажем так, твой орден, который ты будешь нести, как говорится, всю жизнь. Вот. Ну и, соответственно, это меры поддержки. Я хочу сказать, что в нашем регионе, в принципе, достаточно мер поддержки, которые уже были постепенно введены, там, на протяжении определенного периода времени. Это и компенсация за жилищно-коммунальные услуги, это и бесплатное питание для многодетных, но не во всех муниципальных образованиях. А теперь оно будет во всех муниципальных образованиях с нового учебного года. Это бесплатное питание. Новые меры поддержки, это уже с учетом критерий нуждаемости, это компенсация не только за жилищно-коммунальные услуги, но и за содержание жилья. То есть достаточно большой хороший пакет документов. Остается у нас, конечно, помощь многодетной семье при участии в нашей акции «Помоги собраться в школу». Это когда мы, на сегодня это выделяется, 2000 на ребенка школьного возраста. В дальнейшем с 1 сентября она будет индексирована до 3000 рублей. Ну и, конечно, все эти основные меры поддержки, которые были, они также останутся и будут действовать на территории нашего региона. Ну и, конечно, очень отрадно, что у нас растет число многодетных семей, количество многодетных семей ежегодно. И на сегодня их более 16 тысяч. Вот я по своей деятельности, там более 10 лет я работаю в отрасли, да, и каждый год мы говорим, что прям на тысячу многодетных семей у нас прирастает в регионе. И мы понимаем, что это основной потенциал для улучшения демографической ситуации не только в Ульяновской области, но и, в принципе, в Российской Федерации в целом. На сегодня это более 16 тысяч многодетных семей. Поэтому, конечно, когда очень отрадно, что когда на всю Россию победителем становится в конкурсе, это у нас семейная семья из Ульяновской области, ну, очень приятно, согласитесь, да. Когда наша мама, вот в том году Венера Салхудинова получила звание мать-героиня, да, одной из первых, тоже очень приятно. Это семья, которая воспитала 10 детей и более. И у нас есть достойные кандидаты, которых мы всегда направляем на участие в тех или иных конкурсах. Буквально вот на днях наша семья Матвеевых стала победителем всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Сельская семья». Это семья из Новоспадского района. То есть очень активно идет позиция не только, скажем так, со стороны государства, но и отклик со стороны семей. Поддержка государства есть, но тот же самый социальный контракт, который может семья взять, да, на открытие своего дела, на поиск работы, на развитие личного подсобного хозяйства. Который мотивирует. Да, очень много инструментов помощи семьи. Самое главное, чтобы семья сама хотела развиваться и двигаться, а не только, как говорится, ну, ждать меры поддержки. Вот тогда будет, соответственно, и обмен, и дети уже будут видеть совершенно другую картинку, как говорится, в семье. Ну и заканчивая нашу программу, я хотела бы важные цифры привести. В ЦИОМ ответил высокий социальный запрос на продолжение реализации нацпроектов. И наибольшую пользу обществу, вот как раз по мнению опрошенных, принесли нацпроекты здравоохранения. Ну, безопасные качественные дороги, жилье, городская среда, будем говорить, в других программах. Так вот, в пятерку самых узнаваемых вошли такие нацпроекты, как демография, 77%, и здравоохранение, 73%. Это все нас ведет к тому, что мы с этими цифрами должны и хорошо осваивать и реализовывать новые нацпроекты. Да, действительно, новые нацпроекты, они как являются продолжением действующих национальных проектов, которые есть, так и новые программы будут внедрены. Но, например, в здравоохранении это однозначно будет сделан большой акцент на укреплении общественного здоровья. Потому что мы понимаем, что, наверное, проще и дешевле профилактировать заболевание, да, и, как говорится, призывать наше население к здоровому образу жизни, нежели в дальнейшем его лечить, и в том числе, там, дорогостоящими лекарствами, о которых мы с вами говорили, да, и оказанием, там, высокотехнологичной медицинской помощи. Также будет сделан большой акцент на цифровизацию отрасли здравоохранения, чтобы полностью можно было записаться на прием к врачу, получить анализы, проконсультироваться по, там, средствам телемедицинских консультаций и так далее с врачом, да, чтобы трудоспособное население привлекать тоже к той же диспансеризации, корпоративные программы укрепления общественного здоровья. Ну, и один из национальных проектов, который будет добавлен, это тоже реабилитация. То есть будет сделан большой акцент на том, что после прохождения лечения в стационаре обязательно человеку нужно пройти курс реабилитации. И будет приобретаться новое оборудование, новое оснащение, как говорится, наших реабилитационных центров. Вот мы действительно видим, вот мы с вами проговорили про реабилитационный центр для участников СВО, да, и действительно есть эффект даже от 20-дневного курса пребывания. Кто-то у нас, вот ребята есть, которые утратили функцию правой руки, и она у них не действовала. Они заново научились есть правой рукой или левой рукой, да, заново научились, как говорится, поднимать кружку, есть, пить, вставать и восстанавливается чувствительность конечностей. Но это все благодаря новому усовершенствованному оборудованию. Поэтому, конечно, после каких-то там медицинских хирургических вмешательств обязательно должна быть реабилитация. Но что касается нацпроекта «Демография», он будет называться «Семья». Здесь будет сделан большой уклон на семью, потому что действительно, вот все те вызовы, о которых мы с вами сказали, ну, во-первых, это репродуктивное здоровье, это сами репродуктивные установки, которые, как говорится, тоже надо закладывать нашему, в том числе и подрастающему поколению, да, по укреплению традиционных ценностей. Это старение населения, о котором мы не можем говорить. Это ликвидация уровня бедности, да. Если мы говорили, что до 30-го года 15% там максимальное количество населения, то сегодня уже эта установка стоит 7%. То есть все будет сделано для того, чтобы наше население, как говорится, вело здоровый образ жизни. Тем самым это все взаимосвязано. Как говорится, выходило из бедности, да, повышало свой социальный статус, не боясь рожало детей, потому что, ну, понимая, даже оказавшись в какой-то трудной ситуации, есть в том числе и помощь государства. И поэтому никогда не нужно бояться обращаться в учреждения здравоохранения. Я призываю наше население это делать. И в учреждении социальной защиты, если ты оказался в трудной ситуации. Не нужно ждать, когда... Очень сложно, когда человек уже сам где-то походил, да, и он приходит, либо ему сложно помочь в медицинской части, либо ему уже сложно помочь социальными вопросами, там, в том числе с психологической помощью. Необходимо обращаться сразу. И тут специалисты уже комплексно. У нас есть даже совместный проект, там, вежливая поликлиника, добро-здрав, где специалисты социальной защиты уже научились коммуницировать со специалистами отрасли здравоохранения. Поэтому вот эта вот большая совместная работа, она должна вести к благополучию нашего населения. Ну, это вообще государственная задача, действительно, дорога с двухсторонним движением, да, не только человек должен, но и государство заботится о своих людях. Спасибо большое, Анна и Оксана, за то, что вы пришли к нам сегодня в студию. Успехов вам и сил. Спасибо большое. Спасибо. Смотрите «Репортер 73». Увидимся.